новая рубрика про которую я говорил очень давно и которая наконец-то выходит в свет я весьма часто собирался с кентами чтобы рубануть playstation 2 или xbox 360 и вообще это чай записывалась лайвом но любимый сосед решил сделать мне утреннее шоу с дрелью поэтому приходится мысли переозвучивать сейчас на моем столе но давайте говорить на нашем мы можем наблюдать саму консоль ps2 мультитаб для того чтобы мы могли играть не только вдвоем а как минимум вчетвером геймпады и диски они самопальные ребята думаю никто против подобного в наше время не будет и все должно пройти шикарно сейчас я все это добро запакую и отправлюсь на дачу мои кенты уже в курсе что сегодня будет происходить так что метам ждут а сейчас я также в двух словах опишу эту рубрику не факт что будет много выпусков но каждый должен отличаться друг от друга для меня это будет практически целый день игры на ностальгии в разные тайтлы а для вас 10 минут интересного рассказа короче смотрите дальше все узнаете нужны игры для playstation тогда вам к ps tour турция игры подписки активации многое другое вы можете все приобрести здесь это самые лучшие ребята которые давно в этой теме и помогли многим достаточно взглянуть на отзывы что вк их сотни штук что на собственном сайте люди довольны и благодаря преимуществам этих ребят они стали постоянными клиентами а какие плюсы у ps tour турция перед другими магазинами часто проходят скидки постоянно публикуют актуальную информацию по событиям playstation то есть вы можете подписаться на их соцсети и грубо говоря оставаться в тренде всего что связано с сони без лишней информации а так как вы будете за ними следить то и новые скидки получите розыгрыши а это очень выгодно и круто самый лучший магазин в интернете их услугами я пользуюсь регулярно оставлю ссылки в описании на магазин группы vk и telegram вы можете в любой из этой соц сети приобрести нужную вам игру достаточно просто написать мвлс и вам все объяснят и вот я уже на месте вы могли видеть эту локацию в кавычках видосе ps2 на старом тв да это было дальше где сейчас не буду делать запись телевизора все уже подключено диски разложены геймпады подсоединены и осталось дождаться людей к слову подключение по родному авет добавляет этой картине такой ностальгии еще приятный писк телевизором красота очень скоро должны подлететь люди их будет больше четырех я не знаю как мы все отыграем здесь но разберемся я пока что не стану снимать это сборище ретро гиков но в будущем если вам интересна эта рубрика придумаем что-нибудь потому что не каждый человек который сейчас придет знает что я снимаю на youtube собрались мы все ближе к вечеру часов 16 где-то и сразу же я проникаюсь таким ностальгическим вайбом разговоры о прошлом бесконечные шутки которые изжили себя еще в то время но сегодня они не вызывают у тебя кринж а также приятную ностальгию и в этот момент ты понимаешь что раньше было золотое время к нему вернуться можно нужно просто оставить все свои проблемы позади насладиться моментом и полностью отдать себе ps2 компании которые с тобой находятся и игры принесли столько изменений в мою жизнь легендарная сходка получилось договорились проводить как можно чаще но по ходу максимум раз в неделю и да нас было семь человек не считая меня в какой-то момент стало слишком тесно в одной комнате но эти грязные мысли оставьте где-нибудь в другом месте мы же с ребятами пришли сюда играть и с чего все началось я решил запустить бога войны пока никого не было немного поиграть чтобы в комнате воцарила атмосфера прошлого ведь если откинуть все моменты касающиеся playstation 2 то основная часть времени была проведена именно в боге войны и именно во второй части представьте просто себе картину вы прошли все интересующие вас тайтлы и что вам остается конечно же рубиться в году форму спустя минуток двадцать залетела первая партия бродяг я поставил на паузу мы приступили к первой кооперативной игре говорю вам сразу что здесь нет никакой цели полностью проходить игры и все вот это нам было достаточно час а то и меньше геймплея ведь зачем нам полностью брать игру ли когда на фане все залетало очень хорошо за вориорс я был настолько шокирован когда узнал что можно эту игру проходить в кооперативе я хоть и считаю вориорс очень хорошей игрой и моментами с шедевром за свои безумные атмосферы но после кооперативного небольшого прохождения я полностью понял что если в игре присутствует возможность игры на двоих то этим стоит пользоваться к слову нас же семь человек точнее восемь со мной но сразу столько не пришло пригнала трое и в играх на двоих мы просто часто менялись и играли по минуту пятнадцать двадцать было очень круто вориорс как и любая игра из сегодняшнего видоса открывается по-новому играет такими яркими красками знаете я прочувствовал только сейчас в этой рубрике в этом видео что прошлое можно вернуть но только всего на один день или даже вечер день на даче для меня это самое лучшее что я когда-либо снимал и надеюсь что вам также нравится смотреть этот контент ты ощущаешь что вернулся в те далекие времена когда playstation 2 была твоей основной игровой машиной когда все что тебе нужно было для счастья это купить новый паленый диск с рынка и открывать для себя как можно больше новых игруль каждая для тебя что-то значило и давала тебе уйму тем для размышлений сюжета и прочего но зря я начал с вориорс потому что в него мы никогда не играли в то время когда у меня и не только у меня была вторая плойка так что спустя часик игра выключилась кинты оценили высоко и каждый отдельно сказал что обязательно пройдет вориорс а затем мы засели за wwe11 вы бы просто знали сколько времени было проведено в этой игре я думаю что больше всего мы рубились именно в одиннадцатую часть wwe если говорить прямо посиделка в больших компаниях затем ps2 улетела на доску объяв и в моем доме появился xbox 360 но не об этом короче под самый закат ps2 вышла 11 часть легендарного рестлинга и я тогда его время от времени посмотрел было интересно следить за этим шоу но давно с года 2013 может вообще перестал интересоваться всем что связано с wwe вот так бывает да эра ps2 тогда подошла к концу игр новых больше нет если это не фифа я лично смотрел гайды в субе а как создать кейна какого-нибудь и многих других персонажей и вот время с wwe на ps2 для меня запомнилось крайне странным потому что с одной стороны развлекались как могли двойка использовалась только для совместных посиделок а все остальные топовые игры я проходил на пк и были радостные моменты когда мы все собирались этот вайб жареная картошечка зима теплый плотный кот под одеялом который давно в ином мире находится и в этот же момент безнадежность мог ощущать ибо не было xbox 360 или ps3 с игрой wwe 12 и приходилось создавать этих персонажей придумывать самостоятельно сюжетные линии там можно было делать свой сюжет но запускай игру сегодня все что мы получили это опять же воспоминание из прошлого неплохой ретро гейминг и шок от того что мы попробовали только два режима и перешли к другой игру ли короче в режиме elimination chamber да и не только в нем по ходу можно играть в шестером что ли а как играть шестером если мультитап рассчитан только на четыре юзера вот и мы были в шоке когда собралось 8 рыл и никто не понимал как подключить 6 контроллеров но это тоже не сильно страшно рубанули в чембер один разочек вспомнили старые времена и перешли в райл ромбл где уже все восемь сыграли как следует битву проходили два раза было очень весело особенно в конце и wwe для компании взять можно но я не знаю в какие в этом рубились игру и на поездов коопе вот в те же играйте ибо тут решает только ностальгия и воспоминания прошлого gta sandres это чисто так на проверку решили взять потому что очень давно проходя gta са и обнаружил значок которого не было в пк версии а после оказалось что это совместные побегушки по городу и творить беспредел стало куда веселее вроде как еще есть и миссии но это мы не проверяли чисто там побегали и прикольно но здесь история чисто для двоих а нас было далеко не два человека дэв джем к fight for new york вот это уже началось настоящее мясо и играли мы в него очень долго большую часть времени скажем так потому что дэв джем это идеальный файтинг для компании и причем не важно сколько вас хоть 25 человек здесь схватка длится минут пять каких а за эти пять минут может произойти столько всего безумного ибо дэв джем это олицетворение безумия выбираешь свободу для всех четыре человека и начинаешь устраивать экшен чисто каждый сам за себя никто никому не помогает а тут твои друзья находятся и такие приятные душевные разговоры начинаются где-то вроде и в шутку но так неплохо можешь опустить своего товарища за то что он отправил тебя в нокаут это весело это круто это интересно либо можно с товарищем два на два выступить и тоже показать кто есть кто а также фантазия твоя работает в этот момент ведь нас было восемь человек мы разделились на четыре команды и пытались выяснить кто круче шикарно провел время и сейчас всем рекомендую сделать то же самое ибо играть кооперативе это лучшее что было придумано на свете а дэв джем реально хороший файтинг вот сколько бы лет не прошло от него отлипнуть очень сложно можешь столько безумных вещей делать и решать даже один на один кто сильнее каких персонажей можно брать а каких нет рубиться только на одном стиле и все такое так что хит на все времена года mortal kombat шаолин мунгс было уже весьма поздно кому-то на работу кто-то просто уже наигрался и наша компания стала распадаться потихоньку да и самая главная игра которая держала нас всех это дэв джем мы уже отыграли кто как мог и сидеть дальше смысла особого не было я предлагал переночевать у меня на уже все большие дяди никому это не нужно так что народ пошел на спад а я как руководитель всего этого добра просто наблюдал за тем как мой корабль пошел ко дну шучу люди просто устали и они не играли видимо три дня без сна на ps2 так что слабоваты вы ребята это самое она с тем временем осталось 4 человека мы играли по очереди mortal kombat шаолин прошли немного было круто честно говоря но нам срочно нужна была другая игра пока каждый не отправился бы домой но я стал понимать что пора бы уже распускать мою команду сам переставал часто играть и один чел отстегнулся нас осталось трое я прикинул что можно рубануть фифу я играть не стал если чё лютые фанаты футбола с одиации начинают спорить друг с другом какая команда лучше кто кого раскатает мне как человеку который не следит за вселенной фифа уефа или как там его вообще было просто забавно за всем этим наблюдать но что было интереснее сказал что тот кто сольет отправиться домой уже было реально поздно часа три где-то мы остались щеликом наедине какая атмосфера не правда ли конечно но чтобы рубануть медалу фонар rising sun да я решил поиграть первую медаль с которой познакомился на ps2 до этого имел дело с франшизой на ps1 а затем продано ps2 но никогда не играли в кооперативе и поначалу я находился в шоке от этого разделенного экрана ибо телевизор и так здесь не самый большой камон а потом понимая что иначе поступить было невозможно для меня это игра ностальгии а у чела не было просто выбора мы немного поиграли поговорили я его провел было уже раннее утро собрал в рюкзак ps2 со всеми этими приколами и отправился домой вот так прошел мой день с ps2 где я получал только положительные эмоции только радость и спасибо всем кто пришел понравился видос пиши с какой консоли снять подобное и не забывайте подписываться на канал и всевозможные соц сети включая telegram до новых видео и встреч